Все, кто приезжают в гости в Саров, отмечают, что здесь очень зелено. Город буквально утопает в лесах. И за всеми этими березами, соснами, елями и тополями ежедневно следят сотрудники лесопарка. Забот у лесников много. Объезда и выявление старых и сухих деревьев, валк аварийных, высадка молодняка. И даже пожарное дежурство в дни засухи. Огонь – главный враг леса. Есть природные пожары, таги, например. А человек поджигает лес, и все труды, и на столетие ценнейшие породы лесов гибнут. Большие проблемы доставляют сотрудникам лесопарка и жуки-караеды. Из-за их активного размножения деревья в лесу погибают сотнями и даже тысячами. По словам Константина Амельченко, львиную долю времени он и его коллеги занимаются тем, что расчищают в лесах завалы сухих деревьев и стараются максимально компенсировать потери новыми посадками. Сосна, она быстро растущая, считается породой. В общем-то, вот они чуть переболеют. Первый год, потому что мы лесной посадили. И, может, через год-два резко начнется их неприрост. Пройдет каких-то 40-50 лет, и на месте, где поработали жуки-караеды и летние ураганы, снова будет стоять вечно зеленый лес. Лесники к своей работе относятся философски. Сажают новые деревья не для себя, сажают для своих потомков. Да и работу свою любят не потому, что получают там деньги, а за умиротворение и возможность даже в рабочее время почувствовать единение с природой. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.